Вирус. НС параллельных линий, организация прямо для макаричных призмов. Сейчас увидите, что в полном смысле слова живыми, вирус, это накладный макровый вирус, но самый обычный, рядовой вирус. Как бы устроили? Это небольшой кусок ДНК, на котором вообще-то всего записано 2 десятка генов, ну 4 десятка. Вот у нас есть двойная цепочка, как говорится, все, но он как-то вот так и встроен. Вокруг этого куска ДНК коробка, головокмарин. Эта коробка будет называться капсом. В некоторых вирусах, кроме ДНК, в эту коробку, вот сейчас такая коробка, могут входить липиды. Бывают белково-легидные коробки. Все, больше у вирусов нет ничего. Это ДНК, там. ДНК, всегда. Что, подождите? Я говорю про типовой вирус, про типичный вирус. Значит, скажите, пожалуйста, будет ли у этой частица проявление жизни? Нет. Не малейших. Верс в такой форме никакими свойственными жизни не обладает даже рядом. Их можно вообще выделить в форме кристаллов. Ну, получить такую красоту, поэтому. Ничего похожего на жизнь здесь происходить не будет. Но дальше следующая вещь. Размеры вирусных частиц крайне мало. Они намного меньше даже батареи. Вот это у нас внешняя мембрана клетки. Там есть дембром, здесь. Да неважно, какое растение животное угребает совершенно не было. Даже батареи может быть опять же. Кристалловички несет, несет, несет. Случайно, не процессами. Она, естественно, никак управлять своим движением не может. Но если она оказывается в контакте с мембраной клетки строго определенной частью своей обцелы, давайте я выклюю эту часть, в данном случае. Вот это. Тут лучше выяснить, что это не просто девочка, а девочка, которая может вступать в химическое взаимодействие с компонентами мембраны этой клетки. Учтите именно этой. С какой-либо другой этот белок просто не вступит в реакцию. Не вступит в реакцию, не вступит, конечно. Если реакция произошла, конформация белка изменится? Да. Изменится. Он изменил конформацию. Прямо обратите внимание, что получилось. А получилось дырка? Из вирусов. Из отъема вирусных частиц, что-то просто. Теперь здесь висит молеку от РНК. Скажите, мегулярное движение можно отменить? Нет. Пока молеку висела в ковше, да? Она, конечно, ее здесь колбасила. Мы выручим из коробки, она могла ее. Нет, нет. А теперь? А теперь? А понятно, что направление ответы предсказуемо. Вот сюда, сюда, сюда направить не можете, сюда нужно. Отлично. ДНК попало в клетку. А дальше ее поймают. А дальше ее поймают. И вся система движения клетки, куда направят ДНК? Ядро. Ядро. Потому что ДНК должно быть в ядре точкой. Хорошо. Сама клетка засунет ДНК в себе в ядро. Если в ядре появился фрагмент ДНК, чуть-чуть не найдет. Вы не найдете. Они не будут читать. Догадаетесь, какая информация записана на первых же генах? Вот это как-то. Во-первых. Белки, которые, синтез белков, которые застопляют чтение других генов и стимулируют удвоение вот этой ДНК. То есть энергетика клетки пошла на что? Клетка сама стала штамповать бесконечную копию, попавшую в нее ДНК. Хорошо. Остальные гены. А на остальных генах записано, как строят белки капшеля. А остаток генов? А остаток генов под белки, которые идут сбоку. Отлавливают кусок ДНК, засовывают в готовую капшельную коврину. Этот процесс идет за счет чьей энергетики и за счет чьих веществ? Клетки. За счет клетки. Что с клеткой походу? Брай. Конечно. Ее просто всю использовали. После разрушения клетки, что из нее бывает? Девуса четвертых. Новая вирсная частица. Пример цикл донк. Как первый вирс получился? Ага. Вот есть несколько разных на данный момент теории происходящих вирусов. Во-первых, сейчас известен так называемый цитомегавирус. Это вот такие отношения к нормальной вирусной частице. У них есть даже меньше типа мембраны. Вот так. С другой стороны, известны настолько примитивные бактерии, что они уже, ну, мегаплазмы, допустим, они уже приближаются по простодесовому настроению к вирусной частице. Так что такой вроде бы непроходимый граница между вирусными бактериями в прошлом. Хотя эволюция вирусов, возникновение вирусной частицы до конца вопрос не решенный, но совершенно очевидно, что кто же может появиться первым? Вот на планете какая организация должна была появиться первым? Клеточная или вирусная? Вирусная. Клеточная. Вирусная без клеток размножать сможет? Нет. Категорически нет. Поэтому первая, конечно, клеточная организация. Ой, вот это они размножились, они весь органист. Вирусная это супер-поразит. Мне более всего нравится определение вируса как условно-живую структуру. То есть такой структурой, которая проявляет свойства жизни при определенных условиях. Вот при каких условиях вирус будет проявлять свойства жизни при попадании в эту клетку? А когда вирусная частица вне зеркал, никаких свойств вне зеркал, никаких свойств вне зеркал. Вируса там только ДНК? Вот. Есть целая группа вирусов, ретровируса, которая еще более учаевая. У них нет ДНК. Так как у них, там внутри капции, да, валяется кусок особой вирусной РНК. В РНК. Появляется один дополнительный совершенно бессмысленный шаг. В РНК попадает в ядро. Первый же кусок, а извините, не в ядро, а в басон. То есть она работает как инклюзионная РНК, как МРНК первоначально. При прочтении первого же гена строится головка, которая будет называться обратная трансфериктация. Это такой хитрый хермен, который, начиная по модели вирусной РНК, такой модель цигар. ДНК. Затем, что после этого ДНК засунули в ядро, с ДНК сняли РНК, пунктили и строили колокольцы. То есть вот такая дополнительная стация одного действия совершенно безумная. А в результате такие вирусы будут называться ретровирусы. Как положено, поломки в их работе будут происходить чаще, чем у обычных вирусов. Реже ли, то есть что такое? Конечно, чаще. Бессмысленный механизм. Мокируют ретровирусы чаще. Тот ретровирус, который, разумеется, знаете, это вирус ВИЧ, ВИЧ-инфекция. Тот вирус, который вызывает СПИД. По какой причине до сих пор сложности с лекарством по отношению к СПИДу? У них было создано уже 5,6 десятков этих лекарств. Просто нащупали подходящую вакцину. Сделали, опробовали. Проверили, работали. Поставили в серию, выпустили. Выпустили, взяли, проверили, не работают. В чем дело? А он сделает еще не будет с этой вирусом? Зато блин, пока вели эти работы, вирус спело мутируется. Идея понятна? С ретро-вирусом может относиться вирус гепатита. Ну и от других, не имеющих заболеваний.